Я чувствую, что на моих плечах лежит очень тяжелая ответственность. На мою долю выпала задача, задать направление этой конференции. Много месяцев назад я чувствовал, что, поскольку сейчас 2020 год, это 2020, это прекрасная метафора для обозначения зрения. В американской медицинской терминологии зрение 2020 обозначает единицу зрения, то есть стопроцентное зрение. И то, о чем мы будем говорить, и также те ресурсы, которые вы получите в подарок, те ресурсы, которые вы сможете приобрести в книжных магазинах, все они помогут вам сохранять правильный фокус в служении, правильное точное зрение. Давайте откроем 18-й Псалом на протяжении многих лет по всему миру, в разных странах, где я проповедовал. Я очень часто начинал служение в новой стране или в новом городе, или на новом языке с того, что обращался к 18-му Псалму, в частности, с 8-го стиха. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделения золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб Твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных. Удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Но будут слабоуст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, Твердыня моя и Избавитель мой. Это краткое и точное выражение характера и качества Священного Писания и того, какую силу оно имеет в нашей жизни. С 8 по 10 стихи перечислены 6 качеств Священного Писания. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на 4 повеление. Повеление это в середине 9 стиха. «Заповедь Господа светла просвещает очи». Мы будем говорить о светлости или ясности Священного Писания. Мы будем говорить о том, что Писание очень ясно говорит о многих учениях, обо всех доктринах, которые оно намеревается нам возвестить. И мы должны понимать, что само по себе Священное Писание является ясным. Посмотрите на эту строчку. «Заповедь Господа светла просвещает очи». Слово «заповедь» не встречается в псалмах до этого момента. Оно часто встречается в книге второзакония и позднее, многократно, в 118-м псалме. Слово «заповедь» указывает на все откровение Божье. Итак, все откровение Божье является ясным, буквально сияющим, светлым, источающим свет. Священное Писание ясно в отношении того, во что мы должны верить и кому мы должны верить. Священное Писание ясно говорит о том, что мы должны делать. Священное Писание ясно говорит о том, чего мы должны избегать. В Писании ясно говорит о том, чего мы должны бояться, чему мы должны поклоняться, чего мы должны надеяться. Это ясное откровение. И поэтому оно просветляет очи, то есть убирает все сомнения, все неправильные представления, всякие предубеждения и ложь. Оно убирает тьму, рассеивает тьму, и всякую неясность проливает свет на душу. Оно дает просвещение, знание, мудрость. Мы прекрасно помним слова 118-го Псалма. Тот факт, что псалмопедец говорит «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей» указывает как раз на эту истину. Во 2-м послании Петра, 1-й главе, в 19-м стихе, Петр пишет, что «Слово Божье – это светильник, сияющий в темном свете». Слово Божье – это откровение, то есть Бог открывает истину. Слово Божье несет нам всю божественную истину, которая открыта с огромной ясностью. Даже для неверующих Евангелие достаточно ясно. Евангелист Иоанн говорит, что цель его Евангелия, и по аналогии всех остальных Евангелий, «для того, чтобы вы уверовали и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть это Евангелие обращено к тем людям, которые не веруют, и даже для них оно достаточно ясно говорит о том, во что они должны верить. В Иоанна 3 главе Иисус говорит, «Вы будете осуждены, потому что не верите». Это подразумевает, что эта весть достаточно ясна даже для неверующих. «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». И дальше объясняется значение Его смерти и воскресения. Вот эти истины не являются сокрытыми или непонятными даже для самой темной души. Когда Библия говорит, «Возмездие за грех смерть» — это не что-то таинственное, непонятное даже для самого языческого разума. Более того, Писания и, в частности, Евангелие настолько ясны, что их с яростью отвергает неверующий мир. Неверующие точно знают, что они отвергают, точно так же, как и иудеи знали в точности, кого они отвергали и почему они отвергали Иисуса. Да, душевный человек не понимает того, что Духа Божия. Это значит, что он не понимает богатства и глубины вечной духовной истины. Однако он виновен, несет ответственность за то знание на внешнем уровне, которое открыто ему в Священном Писании. И у него достаточно познания и достаточно понимания, чтобы, отвергая эту истину, быть осужденным по веке. Те люди, которые отвергают Писание, имеют достаточное понимание того, что они отвергают, правильно? Верующие имеют достаточное понимание для того, чтобы верить и быть спасенными. Однако это познание им доступно лишь внутри сердца силой Святого Духа. Итак, Библия — это свет даже для неверующих. Она является светом, внешним светом для них. Для верующих она является внутренним светом силой Святого Духа. Мы говорим о том, что Бог века сего, или Писание говорит, что Бог века сего ослепил умы неверующих. Сатана пользуется всеми возможными средствами для того, чтобы обманывать и искажать, и отрицать истину. Поэтому мы боремся не просто с той реальностью, что духовно мертвые люди могут воспринимать истину лишь на внешнем уровне, но мы боремся также с той реальностью, что сатана еще осложняет эту ситуацию тем, что создает такую обстановку, в которой все люди живут в мире, пропитанном обманом и ложью. Наше призвание удивительно и уникально. Откройте, пожалуйста, первое послание к Тимофею. Мне хотелось бы напомнить вам некоторые знакомые истины Писания. 1 Тимофею, 3 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит о желании быть епископом, нести пастырское служение. Он говорит, что это доброе дело. Дальше излагает требования, предъявляющиеся к тому, кто хочет быть пастыром или епископом. И вот среди всех этих качеств, которые здесь перечислены и относятся все к характеру, есть лишь одно качество, которое относится к способностям или умениям человека. Это во втором стихе учителен, didaktikos по-гречески. Учителен, то есть способен учить. И когда в послании к Титу, в первой главе, в седьмом и последующем стихах, апостол Павел перечисляет тот же самый список с небольшими вариациями, он говорит более полно, что вот это вот умение учить, согласно первой главе девятому стиху, заключается в следующем, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, учащему не должно, из постыдной корысти». Итак, мы должны быть способны говорить, мы должны быть способны учить в достаточной мере, чтобы разъяснять истину и противостоять лжи, которая всегда пасется рядом с истиной. Подразумевается под этим, что истолкование Писания может быть истинным, а может быть ложным, правильно? Именно это мотивирует Павла в его письмах, которые мы называем пасторскими посланиями. Давайте вернемся к 1 Тимофею 1 главе. Мне хотелось бы несколько истин напомнить, чтобы заложить основания. 1 Тимофею 1 глава 3 стих. Павел говорит, «Отхотя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Дальше в 18 стихе «Предаю тебе, Тимофей, вот эту заповедь, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Это война. Нужно воинствовать. И некоторые, отвергнув истину, содержание истины, истинное содержание Писания, потерпели кораблекрушение в вере. И мы должны бороться за истину. В 4 главе, в 1 стихе, Дух же ясно говорит, что в последние времена, а мы, несомненно, живем в последние времена, Павел жил уже в последние времена, мы тем более, отступит некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, лжеучители будут всегда идти по стопам тех, кто учит истину. 5 глава, 17 стих напоминает нам, что достойно начальствующим пресвитерам должны оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. И если вы до сих пор этого не поняли, то служение – это очень трудная работа. очень трудно держаться истиной во всем и не уклоняться ни в какую сторону. Если кто-то не придерживается учения о благочестии, то он горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распризла речи, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истиной, которые думают, будто благочестие служит для прибытия. Обратите внимание, что лжеучителя всегда в Священном Писании показаны людьми, которые стремятся получить деньги и занимаются тем, что они делают из-за денег. Дальше он говорит, «Ты же держись этого, убегая от всякого лжеименного знания». Это 20 стих 6 главы. Для чего я читаю все эти тексты? Чтобы напомнить, что апостол Павел наставлял Тимофея, говоря ему, что он ведет войну и он находится на поле сражения. Во втором послании к Тимофею, повторяя тот же самый образец, он говорит, «Снова, держи залог, Духом Святым, живущим в нас, держи вот то сокровище, которое было передано тебе». Это сокровище было передано тебе. Это откровение веры. Охраняй это сокровище. Ну и, конечно, хорошо знакомые вам слова в 4 главе. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых и явлением Его, и царствием Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким благотерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. И это будет постоянно, все время будет такая ситуация». Итак, на нас возложена ясная ответственность. Есть лишь одно, один навык, одно умение, которое требуется от пастора. Это умение учить, проповедовать. А мы будем этим заниматься, но не без сопротивления со стороны других людей. Мы должны хранить истину, хранить сокровище и провозглашать эту истину и изобличать тех, кто обманывает. Это тоже часть служения пасторя. Мы носители света. Слово Божие — это свет. Слово Твое — светильник. Мы носители света. Как же мы можем выполнять эту обязанность? Как мы можем взять ясное откровение Божие и с Его помощью освещать весь окружающий мир? Давайте вернемся ко второму посланию Тимофея 2 главе, 14 стих. «Сие напоминай, загляная пред Господом, не вступать в словопрение, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. старайся представить себя Богу достойным, делателем, тружеником, неукоризненным, которому не нужно стыдиться, верно преподающим Слово Истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их как рак или гангрена будет распространяться. Таковы имения и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было и разрушают в некоторых веру. Напоминай об этом. Твоя задача напоминать им о том, что исходит от Господа. Напоминай им о том, что Он только что сказал выше о Христе, о Его смерти, о Его воскресении. Напоминай им, Петр говорит во втором послании Петра, первой главе, что Он напоминает людям, да, то, что они уже слышали до этого. Однако ты должен не только напоминать, говорит Павел здесь, ты должен также повелевать им, 14 стих, заклиная их, то есть требуя, чтобы они не вступали в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Ты должен защищать своих людей, от влияния непродуктивных, нездравых, небиблейских слов. Мы воюем не при помощи слов. Почему? мы противостоим всякому лжеучению. Почему? Потому что лжеучение ведет к расстройству, в греческом слове катастрофе, разрушение, к разрушению слушающих, катастрофе. 17 стих, это ложное учение распространяется как рак, как гангрена. 18 стих, оно разрушает веру. Мы должны вести это сражение из-за того, какое зло несет лжеучение. Все это подразумевает, что есть истинное учение, здравое учение, которое открыто в Писании. И есть многие другие обманщики, которые искажают и извращают священное Писание. Фактически можно быть лжеучителем, если возможно вообще обличение в лжеучении. Это подразумевает, что возможно и истинное учение. Есть истинное учение. Как же нам противостоять этой тьме? Вернемся к 15 стиху. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Я знаю, что если вы занимаетесь служением, то вы очень часто изучали этот стих. Но я хотел бы напомнить вам, старайся спутаться, то есть работай над этим, прикладывай усилия, представить паристами как солдат, который стоит перед офицером, который даст ему оценку. Представить себя Богу. Мы приходим в Его присутствие. Послание к римлянам говорит, что мы все явимся перед судилищем Христово, и наши жизни, служения будут проверяться Богом. Итак, старайся представить себя Богу, старайся стоять перед Ним, достойным. докимос. То есть такими, чтобы мы смогли пройти Его проверку, чтобы мы были одобрены им. Как работник, которому нечего следиться. Это очень интересное слово. в греческом языке это слово имеет две приставки. Если в греческом языке, когда появляется слово приставка, как правило, она имеет какое-то интенсифицирующее значение. Здесь две приставки. Очень сильное слово. так как же нам предстать перед Богом и ничего не стыдиться, ничего не бояться? Как же нам прийти к тому, чтобы мы стояли пред Богом и нам было абсолютно нечего стыдиться? Ответ очень ясный. Верно преподающим слово истины. Если мы верно преподаем слово истины, то нам нечего быть стыдиться. То есть это связано не с какой-то мудростью человеческой, не с сообразительностью, не с предпринимательской жилкой, а все сводится к тому, как мы преподаем слово истины. Orto tomeo. Orto значит прямо, а tomeo — резать. Буквально означает проводить прямую линию, прорезать прямую линию. Если вы были бы человеком, который изготавливает палатки, то вы должны были разрезать правильно ткань, чтобы потом ровно ее сшить. Нужно было прямо и ровно провести эту линию. Недавно я, читая 1 Коринфянам 14 главу, размышлял над этим. Мне показалось интересным, что Павел говорит в 6 стихе, он говорит о говорении на незнакомых языках. Мы не будем разбирать эту тему, но в 6 стихе он пишет, «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием». А откровением в данном случае или пророчеством, или учением, пророчество в данном случае относится к проповеди. И бездушные вещи, издающие звук, свирели гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите, вы будете говорить на ветер? «Ясность». Слово Божие ясно, и наша задача – провозглашать его с той же самой ясностью. Слово, которое встречается здесь и обозначает ясность, встречается только в этом стихе. апостол Павел очень часто находит такие слова, которые удивительные, они очень точно передают его слова, его мысли. Это слово называется «хапокслигомена», то есть оно всего лишь один раз встречается в Новом Завете. Итак, «верно преподающим слово истины». Вот это вот повеление подразумевает, что Писание ясно говорит, потому что, как иначе от нас Господь мог бы требовать, чтобы мы верно его преподавали, если бы оно было неясным. Начиная от Ездры и заканчивая благомысленными верийцами и Тимофеем, мы должны быть такими людьми, которые верно преподают слово истины. Это фундаментальная мысль. Это очень важно. Отец лжи не остановится ни перед чем в своих адских усилиях противостоять Слову Божьему. Сатана атакует нас разными способами. Но сегодня мы говорим о ясности Священного Писания или понятности Священного Писания. за 10 лет до этого Иоанну было дано откровение. За 10 лет до того, как Иоанну было дано откровение, за 10 лет до того, как Иоанн записал его на острове Патмос, был рожден человеку одного пастора. Он был сыном пастора. Его звали Маркион. Он отрицал откровение Священного Писания, отрицал авторитет Ветхозаветного Откровения. Он был рожден еще до того, как был закончен Новый Завет, и он уже стал агентом сатаны. Даже в те времена верные пасторы поступали против него, противостояли ему. Тертулиан, Киприан, Ириней, они защищали авторитет Священного Писания. И Маркиона в 144 году объявили еретиком, и совершенно правильно. Может быть, вы подумали бы, ну, вот и все, вот она, окончательная победа. Но нет, потому что Стана очень хитрый. И хотя пасторы в те ранние времена защищали авторитет и богодохновенность Священного Писания, Сатана наполз с другой стороны. Он решил воздействовать на их герменевтику. появилась аллегорическая герменевтика, так называемая Александрийская школа. Очень известные имена Климент, Ориген и, наверное, Августин, самый известный человек, они ассоциируются с этой школой. Например, Августин считал, что в Ветхом Завете есть четыре уровня истолкование, поверхностное и в каком-то смысле незначительное истолкование, это буквальное. Следующее это аллегорическое, это означает, что слова обозначают не то, что кажется с первого взгляда, но что-то другое. Но это не самое глубокое, не самый глубокий уровень. Был еще более глубокий уровень, это моральный. Если этого было недостаточно, то он перешел еще к четвертому, еще более глубокому уровню, мистическому уровню. Следствием такого подхода было исчезновение, какой бы то ни было надежды на точное исполкование Священного Писания самостоятельно. Итак, в то время, как христиане тех ранних веков выиграли сражение за авторитет и богодухновенность, они утратили, они не проиграли сражения за ясность Священного Писания. Звучало все это духовно, мистически, глубоко, однако ясность Ветхого Завета была утеряна, слова не обозначают то, что они обозначают обычно, есть тайные, скрытые значения, очень непонятные значения, все они притягиваются к тексту, человеческим воображением, но верные пасторы тогда тоже боролись против этого. Появилась другая школа волкования, антиохийская школа, и самое знакомое для вас имя, это Иоанн Златоуст. Мы должны быть благодарны за него, потому что он верил в грамматическое толкование Библии, он отвергал все эти четыре уровня значения, он говорил, что Библия обозначает то, что она обозначает, исторически, грамматически, то есть в своем естественном смысле, хорошо, что когда мы доходим до времен Реформации, Лютер тоже воспринял эту идею, и еще более важно, Жан Кальвин взял богословие Августина, то есть новозаветную статериологию Августина, и объединил ее с герминевтикой Златоуста, и в результате родилась реформатская вера, вера реформаторов. Аллегорическое толкование устраняет ясность. Они полностью затирают ясное значение Слова Божьего. Многие пасторы на протяжении веков не понимали Священного Писания. в целом церковь отвергала злоупотребление аллегорического метода, однако они не могли разобраться с Ветхим Заветом. Они думали, что в Ветхом Завете все-таки сокрыто какое-то неясное туманное значение, и они решили, что Ветхий Завет нужно было толковать через призму Нового Завета. Они посчитали, что Ветхий Завет подчинен Новому Завету, и что Ветхий Завет можно понимать лишь через глаза Нового Завета. И в средние века церковь на основании аллегорического толкования Ветхого Завета разработала систему толкования, которая привела к рождению современного известного нам католицизма. Фома Аквинский говорил, что ясное понимание Ветхого Завета возможно лишь через более поздние откровения. Итак, давайте аллегорию отложим в сторону. Однако Фома Аквинский говорит, ясность Писания или смысл Писания может быть объяснен лишь более поздним откровением. Итак, Ветхий Завет подвергается перетолкованию через призму Нового Завета. Вы спросите, но как насчет Нового Завета, как мы должны истолковывать Новый Завет. Римский католический ответ заключается в том, что Новый Завет нужно толковать через призму Церкви. Посмотрите определение Триденского Собора, который на протяжении 20 лет примерно шел с 1545 года, для того, чтобы ограничить всякие злые помыслы. Совет постановляет, что никто не должен истолковывать Священное Писание в противоположность тому, что Святая Мать Церковь истолковывает. Святая Церковь является истинной толковательницей Священного Писания. Итак, невозможно понимать Ветхий Завет в его собственном смысле, нужно подождать Нового Завета. Новый Завет нельзя понимать так, как он написан, нужно подождать будущего истолкования со стороны Церкви. Рим в противовес реформации и с тех времен не переставая говорит, что Библия недоступна для понимания простыми людьми, как если бы она была написана мистическим кодом. Любое ясное понимание Библии возможно лишь через посредничество Церкви, которая обладает властью и авторитетом при толковании Писания. Реформаторы отвергали эту ложь, и все они держались ясности Писания. Я приведу вам пример. Лютер пишет против Эразма, голландского гуманиста. Он пишет, что в Писании нет каких-то неясных доктрин. Если что-то кажется неясным, то это только от нашего невежества. Некоторые тексты кажутся непонятными из-за того, что нам не хватает инструментов для толкования. Сатана ослепляет умы людей. Священное Писание, где оно кажется неясным, на самом деле ясно в других местах. Дух Святой дает ясное понимание Священного Писания. Это, говорит Лютер, очень хороший взгляд, и мы с вами все согласны с ним. Итак, ясность Писания подвергалась нападкам, и ее защищали на протяжении веков. Где же мы находимся сейчас? Я зашел на один веб-сайт, и там были люди, которые называют себя евангельским верующим, и там я нашел такую цитату. Уверенность это идолопоклонство. Часто я вынужден был оставить уверенность. Если в христианском богословии есть основание, то оно не в Писании. Богословие должно быть смиренной попыткой человека услышать Бога, а не рациональным подходом к текстам. Конец цитаты. То есть, они утверждают, что уверенность высокомерна. Мы все помним движение Emergent Church Брайан Макларен. Он говорит, что ясность переоценена, шок и тусмысленность очень часто стимулируют нас больше, ясность. Если кто-то ясно говорит о том, что Библия утверждает, его могут обвинить в преступлении ненависти. Лезли, британский миссионер, который умер в 98-м году, говорил, что Евангелие неопределенно. Карл Барт, в частности, говорил, что читатель Бога Духновен, не текст. Читатель вдохновляется. Это, кстати, заложено в нашей культуре, потому что наша культура ненавидит уверенность. Я как-то с доктором Чао говорил об этом, мы обсуждали, какие студенты попадают в мастерс-университет, к нам приходят самые лучшие ребята из христианских семей, христианских церквей, и универсально на всех них оказывает влияние постмодернизм. Это общая реальность. Если вы просите их, верят ли они в авторитет Библии, они говорят, да, верите, что Библия — это Слово Божие, да, однако есть огромная пропасть между этим и тем, во что они верят, потому что их учили всю жизнь верить в то, что подходит к их интуиции, что соответствует их интуиции. И так есть теоретическая идея, что Библия истинна — это Слово Божье. Однако это изолировано в какую-то отдельную комнату в их сознании, с которой они вообще не соприкасаются, а по жизни они идут, принимая решение о том, что правильно и неправильно на основании интуиции, потому что они стали жертвой той культуры, которая заявляет высшая власть и авторитет у тебя. И нам приходится спускаться вместе с ними до основания. Вот для чего существует университет Мастерса, это то, чем занимаются доктор Чао и другие преподаватели. Мы говорим о словах. Вот то, к чему призывает, чего призывает нас мир не делать, мы ввязываемся в битву о словах. Это даже сейчас получило особое название теория речевого акта, которая восходит к последнему веку. Теория речевого акта, что это, о чем это говорит, вы можете найти информацию об этом в интернете, но фактически идея такая, что слова выполняют какое-то действие, слова делают что-то, слова создают что-то. Вот такая идея, да? Ну, чтобы проиллюстрировать, как это влияет на людей, известный адвокат теории речевого акта, известный пресвитерианский пастор в Нью-Йорке сказал, невозможно анализировать слова на основании того, что они говорят, нужно анализировать слова на основании того, что они делают. В конце концов, что меня больше всего заботит, не то, это не то, что слова говорят, а то, что они стараются сделать. Если кто-то говорит, согласны вы с этим? Я бы сказал, вы оперируете на уровне того, что это говорит, а не на основании того, что это делает. Даже бы, если я согласен с большинством сказанного, но если эффект этих слов мне не нравится, я не могу с этим согласиться. если это вам мало понятно звучит, то, наверное, вы здравомыслящий человек, но что он имеет в виду? Он имеет в виду, что эти слова могут быть истинными, но мне не нравится то, что они делают, что эти слова делают. Это нападка на природу истины, потому что Божьи слова действительно призваны что-то делать, однако современным евангельским верующим не нравится что-то из того, что делают Божьи слова. Иоанна 7.7 Иисус говорит, есть причина, почему люди ненавидят Меня. Есть причина, почему Я окажусь на кресте. Это суммировано в Иоанна 7.7. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о Нем, что дела Его злые. Поэтому вы услышите таких людей, которые... Вот я кого сейчас процитировал, если вы спросите их, что вы думаете о гомосексуализме или идут ли иудеи в ад, и вы услышите в ответ долгие причитания, которые на самом деле ничего не означают. то есть человек пытается убрать прямую истину Писания, потому что он запутался в размышлениях о том, что слова делают или, по его мнению, должны делать, а не в том, что они говорят. однако слова Писания должны делать то, что они говорят, и если вы пытаетесь уйти от их прямого значения, то вы просто пытаетесь заткнуть рот Богу. Библейское откровение достаточно ясно, поэтому люди знают то, что им не нравится. Слово живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно режет, оно и должно резать. Постмодернистское мышление замалчивает эти вещи. Когда слова кого-то огорчают, обижают, то постмодернистское мышление замолкает. Если слова Писания обижают комосексуалистов, то они не будут говорить против комосексуалистов и так далее. Постмодернисты ненавидят ясность. Они купились на вот эту идею, что никого нельзя обижать. На самом деле Библия самая обижающая книга. Она подвергает все человечество осуждению. Но если мы с этим пытаемся бороться, то мы не являемся Божьими служителями. Мы как служители должны проповедовать ясную доктрину Божью. Конечно, это не значит, что нужно делать это без любви или без сострадания, как наш Господь делал, который плакал об Иерусалиме, городе, над которым он произносил суд. Но мы не должны уходить от ясного значения слов. Мы не должны мямлить, бормотать или непонятное что-то говорить. Мы не должны идти на компромисс. Есть очень популярная герминевтика в наше время, которая называется христоцентрической герминевтикой. Она утверждает, что Христос является герминевтическим принципом каждого текста. Звучит благородно, но это неправильно. Эта герминевтика пытается найти Христа в каждом стихе, в каждом слове. Христология превращается в герминевтику, но это эйзегетика, то есть привнесение внешнего смысла внутрь текста, а не выведение смысла из текста. Например, если человек спрашивает, однажды меня спросили, какая цель дощечки, которая стояла в самом конце скини, я сказал, поддерживать крышу. И мы очень часто с этим сталкиваемся. Это, например, герминевтика, которая дает приоритет Новому Завету. она лежит в основе комбинатного богословия, честно сказать. В реальности это герминевтика Новозаветного приоритета говорит, что Ветхий Завет не может быть истолкован сам по себе. Подумайте об этом. так в каком же смысле Ветхий Завет был откровением для всех этих поколений людей, если они не могли понимать его без Нового Завета, тогда в каком смысле было откровением? Это герминевтика отвергает учение о постепенном откровении. Оно оставляет Ветхозаветных писателей и читателей в темноте. «Так что же они думали, когда они говорили «Слово Твое светильник на гем моей?» Что они говорили? Если Новый Завет является истолкователем Ветхого Завета, то наносится смертельный удар ясности всего Ветхого Завета. Джордж Лэд говорил, факт в том, что Новый Завет очень часто толкует Ветхозаветные пророчества так, как невозможно было понять из Ветхозаветного контекста. Поэтому Ветхозаветное ожидание Царства на Земле может быть переинтерпретировано Новым Заветом в отношении духовных благословений в духовной сфере». Конец цитаты. Что он говорит? Он говорит, что обетования, которые Бог дал Израилю, не предназначались для Израиля. Вот что он говорит. Вот почему он и разработал ту схатологическую систему, которой он придерживался. Он говорит, что Ветхий Завет настолько неясный, что кажется, что он обещает будущее спасения национальному Израилю. Он настолько неясен, что кажется, что он обещает новозаветное спасение этническому Израилю. Мессия совершенно неясен, и кажется, что он обещает, что Мессия установит земное царство в Иерусалиме, из которого он будет управлять всем миром. Он настолько неясен, что кажется, будто он говорит, что все обещания, данные Авраама в Авраамовом Завете и Давиду в Давидовом Завете действительно исполнятся буквально. вот насколько неясен он, если только вы Новый Завет не возьмете, чтобы поработать с Ветхим Заветом прежде. Вот что вы думаете. Если вы так думаете, то это значит, что множество поколений людей читали Ветхий Завет на протяжении веков и были обмануты. Это богословие замещения, то есть что церковь якобы заместила Израиль, амиллениализм, что как будто бы обещания, данные Израилю исполняются в церкви, на самом деле разрушает Ветхий Завет и Ветхозаветный народ, но Ветхозаветных праведников. Ни один Новозаветный автор не претендует на такую власть в толковании Ветхого Завета. Ни один Новозаветный автор не претендует на такую власть над перетолкованием Ветхого Завета. Ни один Новозаветный автор никогда не говорит, да, я знаю, что вам кажется, что Ветхий Завет обозначал вот это, но на самом деле он обозначает вот что. Мы боремся также еще с одним заблуждением. Это называется «сенсус пленеор». Это герменевтика, которая утверждает, что Писание имеет более глубокое значение, но фактически это снова возвращается к аллегорическому толкованию просто под другим соусом. Идея вот этой герменевтики заключается в том, что люди видят одно значение, а Бог видит другое значение. Писание получается, это не откровение, а наоборот запутывание. Это ведет к гностицизму, которое приводит к харизматическому представлению, что Библия может обозначать все, что тебе угодно. Очень удобно. Все это удобно для человеческого толкования, потому что можно истолковывать Писание, объяснять его так. Люди могут использовать все эти способы, все эти подходы к интерпретации для того, чтобы отвергать ясное толкование Писания. Создание мира за шесть дней является жертвой вот этого подхода. Падает жертвой. Действительно, люди отвергают ясное откровение Писания, потому что перетолковывают его при помощи каких-то внешних средств. В результате получается, что Бог не просто не открывал истину ветхозаветным людям, но и обманывал их, потому что Он знал, что эти обетования не предназначаются для Израиля. Он дал им ложную надежду. И в Деяниях первой главе, когда ученики говорят, в это ли время устанавливаешь Царство? Иисус должен был бы сказать, ой, я не знаю, как вам сказать это. А мы все это время вас держали в темноте. А во сколько заканчивается эта сессия? Хорошо, у меня осталось еще несколько минут. Это было введение. Итак, давайте поговорим о некоторых принципах в отношении ясности. Вы думали, что я шучу, но нет, на самом деле это было введение к моей проповеди. Давайте поговорим о некоторых принципах. У нас осталось около 15 минут. Мы сейчас быстро будем говорить. Если грешник ответственен, если грешник несет ответственность за откровение Бога в сотворении и за откровение Бога, данное в совести, то, конечно же, он должен быть ответственен также за написанное и проповедуемое откровение о Боге в Писании. Поэтому грешник остается без ответа, без извинения на Божьем суде. Более того, Писание очень ясно говорит, что грешник способен понимать закон Божий в достаточной мере, чтобы закон Божий был единственным союзником, который есть у грешника. У нас есть лишь один союзник, одна точка соприкосновения в сердце падшего грешника. Это грех. Так что закон и совесть свидетельствуют о Евангелии. Грешник знает, что он грешник. И когда откровение Божье свидетельствует против него, это увеличивает его познание греха. И тогда грешник даже на поверхностном уровне понимает предлагаемое ему Евангелие. единственный союзник, который у нас есть в грешнике, это то атака, которую Библия ведет на его грех. Если мы только уберем это и будем танцевать вокруг вот этого обличения в грехе и не будем ничего говорить, что людям не нравится, то мы фактически отрезаем себя от единственного союзника, который есть у нас в совести грешника. Это его совесть обличающая грешника. Невежество и слепота грешников, которые мертвы по преступлениям своим, не должна быть ухудшаема Богом, который давал бы им непонимаемое откровение, как аллегория, миф, каббала, гностицизм. Бог не настолько глупый, как либералы. Их проблема не в том, что Писание неясно, а в том, что их собственный разум греховен. Они отвергают истину, потому что их дела были злы. Священное Писание говорит ясно, потому что Бог, автор Священного Писания, а также Искупитель и Судья всего человечества ясно говорит для спасения. И Он ясно говорит для того, чтобы Его суд имел полное основание. Священное Писание ясно говорит в отношении спасения, так что без преданий, без церковных истолкований Писание можно читать и понимать. Когда человеку помогает Дух Святой, это может привести ко спасению. Священное Писание поддается истолкованию при помощи обычного разума, буквального смысла, без какого-либо тайного, скрытого, аллегорического значения. Священное Писание называется Светом и не случайно называется Светом. Однако Библия говорит, что люди отвергают Свет. Никто не может принять и поверить в Священное Писание без помощи Божественной благодати, но это доказывает не непонятность Писания, а лишь человеческое греховное невежество. Дух Святой дает верующему способность преодолеть это состояние нашей падшей природы. Священное Писание дает духовную жизнь и Господь по благодати Своей посылает просвещение Духа Святого. Христиане, которые имеют Духа Святого, помазание от Бога, которое делает Писание ясным, они утверждают, что Писание неясно. но и затем Бог получается, что Бог также спрашивает с нас за исполнение того, чем мы не понимаем. Как это может быть? Даже Ветхозаветное Писание кристально ясно, поэтому Бог был справедлив в своих судах. Когда израильский народ не повиновался Богу, он был виновен, потому что Писание ясно говорил. Подумайте об Иисусе, когда Он в своих разговорах и спорах с иудеями никогда не говорил, когда речь шла о Ветхом Завете, Он говорил никогда, о, да, извините, ребята, я, конечно, понимаю, что здесь все непонятно, но, и, кстати, вы никогда не познаете истинного значения этих слов, пока мы не напишем Новый Завет. Нет, Господь никогда не произносит подобных отговорок или извинений. хотя они жили на тысячу лет позже от Давида или на полторы тысячи лет позже Моисея, Иисус, тем не менее, предполагает, что они были способны читать и правильно понимать Ветхий Завет. Иисус никогда не говорит, о, да, я понимаю, откуда, в чем затруднение ваше Писание, ведь не ясно. Нет. Он говорит, разве вы не читали? Разве вы не читали? Разве вы не понимали? Разве вы никогда не читали Писание? Это Матфея. Натфея 21-42. Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей. Ветхий Завет был ясен для иудеев во время служения Христа, и Павел говорил даже Коринфянам в 1 Коринфянам 10 главе, что весь Ветхий Завет был написан как пример для нас, и он включает в это число язычников. То есть, он достаточно ясен для того, чтобы дать пример язычникам, как язычники должны приходить к Богу. Да, конечно, в Ветхом Завете были пророческие тексты Писания, которые прояснились благодаря Новому Завету. Например, во время по дороге в Маус Иисус раскрывает смысл пророчеств, показывает, как они исполнились. И Петр признает, что пророки не знали, как именно будет выглядеть исполнение их пророчеств. Да, пророческие тексты, несомненно, проясняются в Новом Завете. Однако Новозаветные послания были написаны в большинстве своем не для руководителей церквей, а для церквей, причем для церквей из язычников. Церкви Божьей в Коринфе, Церкви Божьей в Галатии, святым Христа Иисуса, находящимся в Филиппах, с епископами и дьяконами и так далее, и тому подобное. Они были написаны церквям людей, которые обратились из язычников, из языческих религий. Тем не менее, очень многие аргументы Павла основаны на Ветхозаветной истине. Хотите узнать самое сильное доказательство спасения верой Римлянам 4 глава, вся история Авраама, о которой язычники в Риме до этого не знали ничего. Библия очень ясно говорит, она настолько ясна, что даже язычники способны увидеть ее истинность. У них не было никакого познания о христианстве или об иудейской истории. Однако Библия была ясна даже для них. Библия была настолько ясна, что Господь лишь один раз сделал нечто, и мне кажется, что Он сделал это специально. Я думаю, что большинство людей согласились бы, что самое сложное для понимания книга, это книга Откровения. И в Откровении 1 главе 3 стихе сказано «Блажен читающий и слушающий слова этого пророчества». Потому что то, что здесь написано, время близко. Единственный раз, когда Господь пообещал блаженство читающему и слушающему, это книга Откровения. Кто может сказать? Но это самая сложная книга для понимания. Нет, это самая простая книга для понимания. Если вы ее возьмете просто хронологически, конечно, если вы не верите в то, что она говорит, тогда да, для вас это все там непонятно. Но возможно, вы подумаете, что Господь с иронией говорит, что в книге в книге Откровения он говорит блажен читающий и слушающий. Господь дал церкви проповедников, учителей. Конечно, это не означает, что каждый человек автоматически понимает все доктрины или все глубины Писания. Поэтому-то Библия говорит о молоке и о твердой пище. Мы можем достаточно понять Писание для спасения и потом всю жизнь потратить на то, чтобы вникать в его глубины. Писание лишает нас гордости, однако Писание достаточно ясно говорит, чтобы мы могли читать и понимать его. Я всю свою жизнь посвятил изучению Писания, уже, наверное, 65 лет этим занимаюсь, и я чувствую себя как человек, который сидит на берегу Тихого океана и который зачерпнул лишь ведро воды. На самом деле Писание это хлеб для ребенка, это сокровище, зарытое глубоко для зрелых людей. Писание требует всех наших умственных сил для того, чтобы понимать его трансцендентные истины. Иногда оно бывает сложным для понимания 2 Петра, 3 глава, 15-16 стихи. Из-за того, что иногда сложно бывает его понимать, невежественные и не знающие Бога люди, они искажают его, и этим занимаются также лжеучители. Что я хочу сказать? Мы не должны позволить постмодернистской культуре нападать на ясность Писания. Мы должны нести свет. Если вы хотите стоять в присутствии Бога и не постыдиться, то вы должны нести служение так, чтобы этот свет светил ярко и чисто через вас. В этом ваша задача. Итак, проповедник, у вас лишь одно задание, одна задача. Возьмите ясное Слово Божие и проповедуйте его ясно. от вас требуется лишь одно умение учить. Вера и послушание. Послушайте, вера и послушание должны опираться не на проповедника, они должны зависеть не на проповедника, даже самого талантливого экспозитора. Вера и послушание должны опираться на Писание. И вот это самая главная задача служения. Как нам стоять перед людьми и быть голосом, который соединяет людей с Писанием, а не самими собой. Все мы видели таких истеричных проповедников, которые себя проповедуют. Они занимаются развлечением людей при помощи псевдодуховных разговоров. Но для того, чтобы чтобы был подлинный духовный ответ, это должно происходить не благодаря реакции слушателей на проповедника, а благодаря реакции на Слово Божье. Иначе мы будем неверны своему призванию. Покажите им, что Бог говорит в Своем Слове. пусть людей привлекают не ваши личные качества, пусть ваше служение соединяет людей не с вами самими, а со Словом Божьим и с Богом. И если вы открываете перед ними Слово Божие, и если вы показываете, что Слово говорит, не просто говорите, а показываете им, как извлекается вот это истинное Слово Божье, где оно здесь записано, то вы учите людей толковать Священное Писание, и вы инициируете процесс, который у ваших слушателей будет длиться всю жизнь, когда они самостоятельно будут исследовать Писание. Вы показываете им, что Писание обозначает и как они могут найти то, что Писание обозначает. Не позволяйте им прилепляться к вам. Их вера и послушание должны опираться на Писание. Отче, благодарим Тебя за драгоценное Слово Твое, которое дает нам свет. Благодарим Тебя за возможность быть вместе с этими дорогими братьями, которые здесь собрались. Это прекрасная встреча. Мы не знаем всего, что Ты приготовил для нас, но эти истины уже достаточно для того, чтобы нашу душу ободрить. Благодарим Тебя, что Ты призвал нас к этой удивительной ответственности. Благодарим Тебя, что Ты дал нам Твое Слово. Помоги нам быть верными и возвещать Его, и пусть оно совершает то, к чему призвано. И да будет Христос явлен, и пусть истина Его будет ясной в нашем служении и проповеди. Аминь. Аминь.